Подорожание хлеба и сахара в Запорожье связано со спекуляциями на рынке, считают в Запорожской обладминистрации. И требует разобраться в этом госинспекцию по ценам и антимонопольный комитет. Об этом сегодня заявил заместитель губернатора Александр Син. Если законы рынка не властны над предпринимателями, государство не только может, но и обязано вмешиваться в ценообразование на социальные продукты, считают в обладминистрации. О ценовой дисциплине, которую так хотят запорожские чиновники, в следующем сюжете. 10 гривен 24 копейки. Реальная и обоснованная цена сахара, которая продается на территории Запорожской области. Эту цифру высчитали в Запорожской обладминистрации. С учетом того, что в области сахар не производится, а цены диктуют крупные оптовые поставщики. При этом ввозится сахар без декларации цен, в которых должна быть указана стоимость производителя. Это чисто спекуляция. Я не скажу уже, что на нижнем цукровом заводе вообще нет цукра. Наших оптовиков всех заворачивают до каких-то дивных компаний с телефонами в городе Киеве. Знаете, такое впечатление, что у нас весь цукр владеет исключительно бизнесом города Киева. Налицо нарушение антимонопольного законодательства, уверен Александр Син. Из Запорожья ушло не одно письмо в госинспекцию по ценам с требованием разобраться в ситуации. Реакции никакой. Поэтому последнее письмо написали уже в кабинет министров. Теперь ждут реакции оттуда. Нет повода для роста цен и на хлеб в Запорожье, настаивает Александр Син. По данным обладминистрации, зерна в регионе хватит еще на полтора года. У нас зерна полно, у нас цена не срастает. И когда нам начинают рассказывать, что в месте Запорожья цена на хлеб срастает за то, что срастает зерно, то я с этим погодиться не могу. И в этом случае областная власть апеллирует госинспекции по ценам и антимонопольному комитетам. Кстати, запорожские представители госинспекции по ценам с начала года уже проверили 52 торговых точки в Запорожье и области на предмет ценовой дисциплины. Нарушения установлены в 94% случаев. Штраф заплатили пять предпринимателей.